Подведены итоги зимнего первенства городского округа Люберцы по футболу среди детско-юношеских команд. Имена победителей узнала наша съемочная группа. Первые игры зимнего первенства прошли в январе. За это время в округе провели более 150 матчей. Все наши стадионы были прекрасно подготовлены в зимний период. Понятно, что большая часть игр состоялась на стадионе «Электрон». Это самый удобный и удачный наш стадион после реконструкции. Люберцы – это территория спорта, Люберцы – это территория футбола. В футбольных соревнованиях состязались 35 команд в четырех возрастных категориях. Младшим участникам 8 лет, старшим – 14. Среди победителей – воспитанники Люберецкого футбольного клуба «Звезда». Егор Калабкин забил 10 мячей и стал лучшим бомбардиром. Футбол – это командная игра, а не за всех еще за одного. Во время игр ребята проявили характер, боролись и до конца верили друг в друга. Мотивировали юных футболистов на победу тренеры. «При началом любого матча первым делом, самое главное для меня, чтобы у ребят была на каждой игре полная самодача, чтобы они выкладывались, чтобы у них горели глаза». Кроме воспитанников футбольных школ городского округа Люберцы, в Первенске приняли участие команды из Дзержинского, Латкарина и Котельников. Алексей Тимошенко не пропустил ни одного зимнего матча. «Самое трудное – это игры, потому что мы бегали по сугробам, по льду. Мы очень рады, что победили». Впереди ребят ждет летняя серия игр. Первый матч состоится в мае. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.